Здравствуйте! Вот и началась весна, с чем я вас и поздравляю. И пусть пока она только на календаре и погода шепчет сиди дома, мы советуем все-таки из дома выходить, несмотря на экстремально низкие температуры. Пусть ненадолго и короткими перебежками. В субботу отправляемся в сквер мастеров. Там проходит выставка-ярмарка народных умельцев. Начало в 10.00. Также в этот день можно посмотреть на соревнования по конькобежному спорту на стадионе «Спартак». А в Плесе будут соревнования по лыжным гонкам. Одевайтесь потеплее. В воскресенье 4 марта можно будет посмотреть на соревнования по волейболу. Они проходят на улице Лежневской в спортшколе номер 3. Также будут в форварде соревнования по спортивным танцам. И в бывшем ДК железнодорожников пройдет премьера по сказке Ганса Христиана Андерсона «Русалочка». Ее презентует Народный театр юного зрителя. Эта сказка обещает растопить замерзшие сердца ивановцев. Начало в 16.00. Музеи – это не скучно. Лучшее доказательство – интерактивная экспозиция «Галилео». Представлено более сотни экспонатов, которые можно потрогать руками, изучить и понять, как же они работают. Здесь можно узнать тайны иллюзий, открыть для себя природу некоторых явлений, а еще освежить в памяти законы физики, математики, биологии. Например, эта машина вполне настоящая. Весит она сейчас почти 500 кг. Согласитесь, это очень много для одного человека. Но и один человек способен поднять эту машину легко и просто. То есть посмотрите на колеса. Машина поднята полностью причем. А теперь мы с вами делаем так. Вы сейчас хватаетесь дружно за этот трос все вместе. Стать участником научного эксперимента сможет каждый посетитель. Дело в том, что с помощью этого механизма вы поднимаете не вес ее вес, а лишь часть от веса – одну восьмую. И поэтому поднимать ее легко и просто. Понравится и детям, и взрослым. Экскурсовод поделится веселыми историями, интересными фактами и знаниями. Еще докажет посетителям – удивляться, как в первый раз можно в любом возрасте. Высшая цель – просвещение, безусловно. То есть, опять же, это информирование о том, что наука – это не то, что происходит в кабинетах, а это то, что среди нас. У нас здесь какая-то камерная обстановка. У нас экскурсия, например, стоимость экскурсии входит уже в билет. Вот ни один человек здесь не уходит с пустой головой. С первого марта на большие экраны кинотеатра «Формула А-113» выходит фильм «Довлатов», который с успехом выступил на Берлинском кинофестивале. Он продлится у нас всего четыре дня, с первого по четвертое. Рассказывает он о жизни русского писателя Сергея Довлатова. Событие проходит в 70-е годы прошлого века. Он будет интересен для интеллектуальной аудитории, читающей, знающей. В череде жизненных перипетий, иногда смешных, а зачастую пронзительных, зритель откроет для себя жизнь умного, тонкого, ироничного человека, который позже превратится в одного из самых популярных отечественных прозаиков 20 века, чтобы добиться наибольшего правдоподобия в воссоздании прошлого. Создатели фильма обратились за помощью к жителям Санкт-Петербурга. Петербуржцев просили приносить на киностудию «Ленфильм», одежду, фотографии, бытовые предметы и даже мебель. Все, что относится к периоду начала 70-х годов. Меня и моих друзей писатели не печатают ни в одном издательстве. Во всяком случае, не печатают то, что написано искренне и всерьез. А если в СССР тебя не публикуют, и ты не член Союза советских писателей, то тебя не существует. Тебя нет. На выходные запланируйте поход в театр, например, в музыкальный. Там в воскресенье 4 марта вас будет ждать цыганский барон. Классическая венская оперета Штрауса – это гимн любви и музыки. Любовные переживания, интриги, неожиданные сюжетные ходы не оставят равнодушным ни одного театрала. Ну и, конечно, будут чары, песни, пляски, как и положено в цыганском таборе. Любители экстрима приглашаем на квест погружения. Проект «Убежище Сталкера» позволит участникам почувствовать себя отрядом специального назначения, вынужденным позаботиться о безопасности всей планеты. Прекрасно продуманная и детально проработанная легенда, пожалуй, главный плюс квеста. У нас не нужно выходить из комнаты, как в большинстве других квестов. У нас всего-навсего нужно спасти мир от катастрофы за определенное время. И, грубо говоря, нужно пройти как можно дальше и в последнем помещении сделать вашу задачу, выполнить. Ну, средняя сложность у нас, как бы минут за 50 с лишним обычно люди выполняют свою миссию. Играть с актером, а значит с дополнительным адреналином или без, команда решает сама. Загадок хватит на всех. Наверное, еще никогда эмоции от прохождения квеста не были настолько реалистичными. Я проходила очень много квестов нашего города. Здесь что мне понравилось? Очень необычные атмосферные локации. То есть такое ощущение, что я как будто по-настоящему оказалась в прошлом. Очень интересные предметы советского времени. Хочется как-то все потрогать, пощупать. Но, знаете, совершенно нет на это времени, потому что нужно разгадывать очень интересные загадки. Уважаемые жители города, приглашаем вас 3 марта на Кубок города Ивана по тайскому боксу, который состоится в детской и юношеской спортивной школе номер 8 «Спартак». Тайский бокс отличается от других видов спорта тем, что он является новым для региона. И его называют «Бой восьми конечностей». То есть в отличие от других видов спорта, удары можно наносить коленями, локтями, и клинч, чего нет, например, некоторых единоборств. Следующий выпуск «Уикенд Навигатора» посвятим праздничным выходным и отдыху для прекрасных дам. Если у вас есть креативные идеи или то, о чем непременно стоит упомянуть, пишите и звоните нам, обо всем обязательно расскажем. И не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. Будьте активными вместе с нами. Теплых вам выходных, хандрить и болеть категорически запрещается, ведь впереди праздники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова